ЭНИМАЛ ДжЕМ Позднее лето на Аляске. Из глубины холодных вод кит выбрасывает в воздух фонтан. Горбатые киты истосковались по сельде. Охотясь на косяки сельди, они выпускают воздушные пузырьки, образуя нечто вроде рыбацкой сети. Часть китов ныряют глубоко под косяк рыбы. Образовав круг, киты одновременно с силой выпускают воздух через дыхало. Ловушка из пузырьков. Группы горбатых китов действуют слаженно. Одни раскидывают сеть из пузырьков, другие ныряют на глубину, сгоняя рыбу в плотные массы. Третьи издают пронзительные звуки. Оказавшись в сети, сельдь начинает выпрыгивать на поверхность. Киты собираются в группу, и, широко раскрыв пасть, словно ракета, бросаются на добычу. Невероятное зрелище. Исследователи из National Geographic при помощи скрытой камеры будут наблюдать за кормлением горбатых китов. Но сначала расскажем, как это работает. Сама камера находится в защищенной капсуле. Исследователи сидят в лодке неподалеку, на достаточно близком расстоянии от места кормления. Порой подходящего момента приходится ждать около пяти часов. Удивительные вещи происходят на глубине. Скрытая камера ловит каждое мгновение. Мы имеем возможность взглянуть на мир глазами китов, погрузиться на глубину, раскинуть сеть из пузырьков, увидеть, как они выпрыгивают на поверхность за огромной порцией сельди. Хоть изображение нечеткое, исследователи проделали гигантскую работу. Целью проекта было узнать, что люди могут сделать, чтобы помочь морским обитателям. Ведь по сей день горбатым китам по-прежнему угрожает опасность. Благодаря этому проекту удалось собрать необходимую информацию о горбатых китах, чтобы люди могли мирно существовать с этими великолепными животными.